При конструировании большого количества электротехнических устройств часто приходится рассчитывать магнитные поля. Что значит рассчитать магнитное поле? Рассчитать магнитное поле – это значит в каждой точке данного пространства найти величину и направление векторов магнитной индукции, построить линии магнитной индукции и выяснить конфигурацию магнитного поля. Источником магнитного поля, как правило, являются проводники с током, поэтому и расчет ведется для проводников с током. При этом применяются, как правило, два метода. Это метод, применяемый для расчета простых случаев, когда один или несколько проводников какой-то определенной формы. Тогда применяется закон Био-Савара-Лапласа. Если же количество проводников велико и расположены они каким-то закономерным образом, применяется теорема о циркуляции вектора индукции магнитного поля. Начнем с первого. Метод – это закон Био-Савара-Лапласа. Возьмем прямой проводник и выясним конфигурацию магнитного поля вокруг этого проводника. На эту плоскость поместим некоторое количество магнитных стрелок и включим ток. Мы заметим, что стрелочки располагаются определенным образом, а именно по концентрическим окружностям вокруг проводника с током. Этот опыт можно повторить, если заменить стрелки опилками из железа. При включении тока опилки структурируются и образуют концентрические окружности. Таким образом, вы видите на экране, магнитное поле тока имеет вид концентрических окружностей, охватывающих ток в каждой его точке. Направление векторов индукции, которые являются касательными к линиям, определяется правилом правого буравчика или винта. Если поворачивать рукоятку винта правой рукой так, чтобы ось его двигалась вдоль проводника с током, вдоль направления тока точно, то движение рукоятки укажет нам на направление векторов В. Вот красными линиями обозначены линии магнитной индукции и вектора индукции по касательной каждой линии. Количественный расчет ведется с помощью закона Био Савара Лапласа. Опыт показал, что величина вектора магнитной индукции прямо пропорциональна силе тока, обратно пропорциональна квадрату расстояния от проводника до точки наблюдения, что естественно, чем дальше от проводника, тем поле слабее. Кроме того, вектор индукции по величине зависит от формы, размеров проводника, от положения выбранной точки, а также от среды, которая окружает проводник. Вот эти многочисленные опыты были сформулированы в виде закона. Математический закон был записан математиком Лапласом. Для этого ему понадобилось, ну, как вы знаете, он является одним из создателей дифференциального интегрального исчислений. Понадобились ему вот основы этого раздела математики. Самым трудным в этом случае было избавиться от влияния формы и размеров, потому что формы и размеры, размеры очень многообразны, и выразить их как-то закономерно тяжело. Выбирается элементарный ток, то есть произведение силы тока на очень маленький участок проводника ДЛ. Участку ДЛ придается векторный характер. Направление вектора совпадает с направлением тока. На кадре показано расположение тока, элемента тока И на ДЛ, точки наблюдения, радиус вектора от тока до точки наблюдения R малая. Угол между направлением тока и радиус вектором альфа. Такой маленький элемент тока создает в данной точке небольшое магнитное поле, обозначаемое величиной вектора ДВ, Д дифференциал вектора В. И таким образом, все, что было сделано, получено экспериментально, можно выразить в виде формулы. Вектор маленький ДВ пропорционален в числителе сила тока, длина проводника, мю нулевое, магнитное постоянное, и синус альфа. Это угол, который был указан. В знаменателе 4П и R в квадрате. Это скалярная форма закона Био Савара Лапласа. Но поскольку вектор ДВ имеет определенное направление, а именно он перпендикулярен к плоскости экрана в нашем случае и направлен к нам, то, естественно, что должна быть формула, в которой это должно быть оторожено. В векторной форме закон Био Савара записывается следующим образом. ДВ вектор, вы видите на экране, мю нулевое, сила тока, и векторное произведение, квадратные скобки указывают, что берется векторное произведение ДЛ и радиус вектора Р. В знаменателе 4П и R в кубе. R в кубе появляется от того, что мы числитель и знаменатель умножили на радиус вектор. Таким образом, величина не изменилась, но зато появился вектор R, который составляет с вектором ДЛ векторное произведение. Что же делать, если проводник имеет произвольную форму? Ну, в этом случае поступают следующим образом. Делим проводник на столь мелкие участки ДЛ, чтобы они были прямолинейными. На экране у вас показан проводник произвольной формы. В заданной точке по правилу правого винта указано направление вектора ДБ. В этой же точке создается магнитное поле и другими участками проводника. Поэтому, чтобы найти результирующий вектор, используется принцип суперпозиции. То есть, производят векторное сложение всех элементарных векторов ДБ. И если этих участков очень много, то суммирование переходит в интегрирование. Посмотрите в кадре. Указано, что вектор Д, результирующий, равен интегралу от элементарных векторов ДБ. Ну, направление, как мы уже говорили, определяется правилом правого винта. Рассмотрим примеры расчета магнитных полей с помощью закона Био-Савара-Лапласа. Естественно, выбрать самый простой случай. А самым простым случаем будет круговой ток. На экране вы видите круговой ток. Он изображен перпендикулярно к плоскости экрана. Направление тока указано. Пользуясь правилом правого винта, мы можем определить направление векторов индукции магнитного поля в каждой точке. Линии будут представлять концентрические окружности, охватывающие круговой ток во всех его точках. Таким образом, оказывается, что вся плоскость кругового тока пронизывается магнитными линиями. В центральной точке магнитное поле направлено в нашем случае по вертикали вниз, по нормали к плоскости витка. Кстати, здесь также можно применять правила правого винта. Если рукоятку поворачивать по направлению тока, то ось винта будет двигаться вдоль вектора индукции магнитного поля. Приступим к конкретному расчету. На круговом токе выдерем элемент тока И на ДЛ. Расстояние от него, радиус вектор Р к центру круга. Мы рассчитаем магнитное поле точно в центре. Этот элемент тока создает в центре кругового витка магнитное поле, индукция которого ДБ, вектор ДБ перпендикулярных плоскостей винта, витка, простите, и направлен по правилу правого винта. Формально записываем закон Био-Савара-Лапласа. ДБ равно мю нулевое И на ДЛ синус альфа 4ПР в квадрате. Обратим внимание на то, что при нашем выборе точки наблюдения центр кругового тока радиус вектор Р совпадает с радиусом с радиусом витка. А угол между радиусом вектором Р и элементом тока ДЛ равен 90 градусов, потому что это касательная и радиус окружности. Тогда мы заменим радиус вектор Р на Р большое, а синус единицы. Интегрирование будет производиться по длине окружности от нуля до вся длина окружности 2ПР. Таким образом в результате получаем довольно простую формулу для вектора магнитной индукции в центре кругового тока. В равно μ0I на 2R. Если вокруг тока имеется намагничивающаяся среда, то эту формулу надо умножить на μ, магнитную проницаемость этой среды. Задачу можно усложнить следующим образом. Если рассматриваемая точка будет находиться на оси перпендикулярной к плоскости витка с током. Задача математически несложная. Ее можно рассмотреть в любом учебнике или самостоятельно провести выкладки. Пример второй. Рассмотрим магнитное поле прямого тока. Казалось прямой ток проще рассчитать, чем круговой. Однако здесь есть свои тонкости. На экране вы видите прямой ток, направленный вверх. Выясняется конфигурация магнитного поля. По правилу правого винта мы находим направление линии магнитной индукции. В точке А, которая изображена справа, вектор магнитной индукции уходит от нас перпендикулярно к экрану. Это изображено крестиком. Стрелка, хвост стрелочки. Расстояние от элемента тока ДЛ в нижней части проводника до рассматриваемой точки это радиус вектор Р. Формально записываем закон биосаваро-Лапласа. ДБ равно мю нулевое и ДЛ синус альфа 4П Р в квадрате. Это скалярная форма. Почему в скалярной векторной нам не нужна, поскольку направление вектора нам известно. И любой участочек тока будет в данной точке А давать вектор ДБ того же направления. То есть производится скалярное сложение элементов магнитного индукции магнитного поля. Обратите внимание на полученную формулу. Здесь если мы будем перемещаться по проводнику вверх, брать следующие элементы тока ДЛ, то будет изменяться длина радиус вектора Р. Будет изменяться угол А, альфа. И естественно переменная это длина. Таким образом в этой формуле три переменных величины. Результирующий вектор В мы находим как интеграл от ДБ. Естественно что интеграл по трем переменным взять невозможно. Следовательно необходимо свести этот интеграл и все функции свести к одной переменной. Это легко сделать если ввести величину которая однозначно определяет положение вектора магнитной индукции то есть точки А. Это расстояние от точки А до проводника с током по нормали обозначено R большое. Из геометрических построений видно что радиус вектор из треугольника можно выразить как R деленный на синус альфа DL можно выразить через угол D альфа и R малая после этих замен остается одна переменная угол альфа если вынесем все постоянные величины за знак интеграла то интегрирование будет производиться от синуса альфа по D альфа от альфа 1 до альфа 2 пока что некоторые постоянные величины и так в результате получаем что индукция магнитного поля результирующего в данной точке равна мю нулевое и делить на 4 π r и умножить на скобку косинус альфа 1 минус косинус альфа 2 что же это за углы на рисунке вы видите что углы альфа 1 и альфа 2 определяют положение точки а то есть длину отрезка тока относительно точки а угол альфа 1 между нижним концом проводника с током и радиус вектором в точку а угол альфа 2 между верхним концом по направлению тока и радиусом вектором r2 обратите внимание что формула которая получена для определенного проводника длиной l и точки а может быть упрощена если расстояние до проводника от точки очень мало по сравнению с длиной проводника то есть мы будем рассматривать магнитное поле вблизи проводника такой проводник считается бесконечно длинным на самом деле естественно он имеет какие-то конечные размеры но если допустим проводник 20 сантиметров находится на расстоянии 1 сантиметр от точки наблюдения то его можно считать бесконечно длинным в этом случае альфа 1 проследите будет стремиться к нулю альфа 2 к пи это хорошо видно если мысленно приближать точку а проводнику тогда косинус нуля равен единице косинус пи минус единицы в скобке получаем 2 сокращаем 4 и 2 получаем простую формулу для расчета магнитного поля прямого тока b равно мю нулевое и на 2 пи r r расстояние от точки до проводника по нормали если среда вокруг проводника имеет магнитный обладает магнитными свойствами то формула умножается на магнитную проницаемость мю мы рассмотрели основные случаи расчета магнитного поля прямого и кругового проводника именно такие проводники чаще всего встречаются в технических устройствах ну например круговой проводник это элемент катушки реле создает магнитное поле в электродвигателе в генераторе и так далее прямые проводники это прямолинейные проводники по которым идут токи в каких-то цепях схемах дальше реле основанные на использовании прямых проводников рассмотрим пример на применение принципа суперпозиции полей в случае когда имеется поле созданное несколькими источниками на экране вам показан пример в котором надо найти магнитное поле созданное двумя объектами а именно круговым током и прямым током круговой ток И1 в точке в которой идет рассмотрение имеет создает магнитное поле направленное вверх мы определили это используя правила правого винта для того чтобы найти магнитное поле созданное вторым током в этой же точке мысленно проведем вокруг проводника с током И2 окружность радиуса В малая радиус это расстояние от рассматриваемой точки до проводника с током по нормале в этом случае для тока 2 магнитное поле будет направлено по касательной к этой окружности вектор индукции В2 понятно что вектора В1 и В2 направлены под углом 90 градусов результирующий вектор получаем сложением методом параллелограмма расчет показывает здесь можно взять готовые формулы В1 магнитное поле кругового тока будем считать что эта точка расположена очень близко к центру поэтому мы не учитываем расстояние от центра до искомой точки В2 магнитное поле прямого тока формула также известна по принципу суперпозиции результирующий вектор В вектор равен сумме векторов В1 и В2 для нахождения модуля его используем теорему Пифагора результирующий вектор по модулю равен корню квадратному из суммы квадратов В1 и В2 в квадратах по модулю по модулю Продолжение следует...